Чем завлекают в станице и поселке туристов, проверил глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Губернатор и спикер Кубанского парламента зашли в каждое подворье и пообщались с их хозяевами. Краснодарский край сегодня единственный регион в стране, который законодательно закрепил понятие сельский туризм. Это позволяет наращивать поддержку и увеличивать гранты для хозяйств. Губернатор отметил, что для развития этого направления краевые власти и дальше будут создавать все условия. Что продает агротуризм? Он продает эмоции, впечатления. Вот что он продает. Мы должны продавать это, это будет продаваться. Потому что дефицит того, что есть в душе, сегодня очень сильный. Вы сами знаете, мы становимся городскими. Мы урбанизм, целую науку сделали, а жизнь не в городе, но забываем, с чего начинались города. Жизни на земле. Агротуризм без вашей поддержки невозможен. Да, сегодня мы оказываем господдержку. Нам важно, чтобы вы сами были уверены в успехе. Вы, те, кто и делаете этот агротуризм, вы должны быть убежденными сторонниками того, что это не только традиция, помноженная на прибыль. Это на самом деле завтрашний день села с точки зрения нашего туристического комплекса под названием Кубань. Это наша земля, она бесценна и бездонна своими традициями, культурой, эмоциями и впечатлениями. Сельский туризм – перспективное для Кубани направление. Наш край поразительно богат не только природными, но и рукотворными красотами. И те миллионы отдыхающих, которые ежегодно приезжают к нам, будут увозить с собой воспоминания не только о приморских пляжах, но и о красоте кубанской глубинки, о том, какие гостеприимные, талантливые и творческие люди живут в нашем крае. Также в рамках выставки «Агротур» назвали лучшие подворья и фермерские хозяйства по итогам прошлого года. Победители конкурса получили субсидии на дальнейшее развитие.